Какого года Валерия Некрасова? 1842 год. Был дом сдан в эксплуатацию, печь сохранилась верхняя, а здесь остался только корпус, в котором сейчас Крассов Валерий и делает дымоходы. Изначально фундамент печи, его топочная часть, она очень высоко. Всем доброго дня, с вами компания Печной Мир. Сегодня мы приехали к Валерию Некрасову. Это наш студент, он у нас обучался, и он сейчас делает ремонт старой печи. Какого года Валерия? 1842 год. Был дом сдан в эксплуатацию, и вот скорее всего в это же время зародилась печь. Сейчас посмотрим. Печь очень большая, интересная. Валерий сейчас как раз ее ремонтирует и запускает жизнь, так скажем. Да, новую жизнь. Находимся мы в центре Иркутска. Это самая, так скажем, историческая старая площадь, или как это вызывать, районы. Это называется, вот все место, называется Иерусалимская гора. Так, ну что, пройдем посмотрим, что Валерия делает. Давайте, проходите. Так, ну что, мы как раз сейчас находимся рядом с печью. С чего бы хотелось начать, то, что уже печь, Валерий говорит, когда пришел, она уже была перебратая. Того, что было изначально, уже не было. Сейчас он как раз старается повторить внутренние части дымоходов, дымооборотов, да, чтобы она начала... Похожа именно на голландку. Работать, да. То есть, вот по эту часть печь сохранилась, верхняя, а здесь остался только корпус, вот в котором сейчас, как раз, Валерий и делает дымоходы. То есть, о чем можешь рассказать, Валерий, вот как столкнулся, и, ну, какие-то особенности, может... Прежде всего, было очень интересно, что изначально, вот фундамент печи, да, его топочная часть, вот вся, она очень высоко. То есть, вот это все, это был фундамент, где находилось это исторически, так и есть. Потому что с той стороны, у соседей есть уже печь, но она не была так варварски раздолбана. И у них все находится именно вот ниже этого... Мы проходим, здесь два внизу кирпича фундаментных, и эта часть начинается уже колосник для зольника, топочная часть. То есть, эту часть разобрал еще ниже, правильно? Да, я разобрал пониже. Сделал подглаву, прочистные дверки. Да, 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 полностью, так сказать. Тут, получается, три прочистных дверки, потому что два коротких канала с подвертками, а тот такой свободный, как накопитель такой. Вот он, его остался сзади. И вот эту часть, получается, ты повторил, ты их снимал, вот эти кирпичи? Вот эта часть не снималась, этот тоже не снимался кирпич. Вот здесь было сломано, то есть это восстановил, но здесь, как бы, да, это был сломан, и этот кирпич тоже был вот так вот полностью одолблен. Не знаю, чем они там, может там просто не при ремонте, а так поломались. Поломались. Поломались, но вот это пришлось вытащить. Эти кирпичи вытачивал. В общем, как бы вот так. Ну, то есть, как это называется, когда устанавливаются старые кирпичи? Реставрация, в общем, да, как бы идеально реставрировать печь, конечно, это очень затратная такая составляющая, нужен более-менее инструмент, но я исхожу из той позиции, что, как бы, конечно, мы применяем сейчас и болгарки, и вот круги шлифовальные, ну, чтобы вытащить допустим, но все равно первоначально у нас все используется по старинке. Обычная кельмочка и ножовка. Кто, если будет сталкиваться с реставрацией печи, я бы обратил внимание, чтобы ножовку вы, когда берете, берете примерно со средним зубом. Но он должен быть вот прямой зуб. Как бы без развода. Без развода, да, он прямой зуб. И тогда есть, ну, как бы, возможность. Вот. Она не зацепляется, она просто выковыривает. Но, когда начал это все очищать, выковыривать, как говорится, столкнулся с тем, что вот вся печь связана вот в этих частях, где вот у меня с ней по низу, она, ну, она, видимо, и раньше была вся связана целиком. Вот. Этот ряд, этот ряд через один. Через, ну, через ряд, получается. Да, через ряд. вот этот, этот ровный. Вот здесь идет. Здесь уже будет вот в этой части, скорее всего, связан. Да. В этой и в этой. Да, то есть везде идет кованая полоса, да, получается? Да, но это кирпич. И не видно. Нет, этот кирпич просто, да, нет, этот кирпич взят с другого места, в Иркутске разбирали, военно-матуринском месте, ну, потому что внутри мне хотелось ждать, чтобы не из, хотя можно было бы делать и обычным кирпичом, ну, как за нашим стандартным, да, а здесь только сделать красиво. Но, во-первых, это и сложнее, и там все это подводить, подносить. Здесь же в размер еще, да, здесь в размер, кирпич нестандартен. кирпич нестандартен. Он даже, вот даже этот, хотя бы максимально он был, ну, в размере, но он все равно один шире, один меньше. Ну, он, видимо, делался не совсем на заводе, а какой-то артилью. Ну, 1840 год, в принципе, как бы. Ну, здесь мы можем еще наблюдать, что есть клеймо, вот именно Валера показывал на этом кирпиче, нашел, вот видно, что там какую-то чеканку, чепуху вставить. Что хотелось бы да, заметить, то есть, делалась печь порядка 170, Да. А вот на швы, да, вот обратим внимание, то есть, вообще, 4-3 миллиметра. Да, где-то около 3-х миллиметров, 3-миллиметра. Шел очень тонкий шов, то есть, кирпич, по-любому притирали, или как-то. его доводили, вот прямо вот туда, чтобы он там в стандарте. То есть, такой маленький шов, и вот то, что Валерий говорил про кованые полосы, вот, то есть, вот она осталась, да, где-то мы образцы. Арматура, вот образцы, которые... То есть, вот так они выглядят, то, что это из печи вот досталось, то есть, через ряд, да, получается, в кладке, была полоса, да, для стяжки, видимо, чтобы онленировалось. где я вот эти колосы, когда достал, где вот сломали, варварские, вот и все. И вот эти, они были просто, как бы, с этого сторон, ну, они выведены туда, вот так вот, ну, вот были. И вот они почему обгорели такие, немножко такие. И еще вот, заметить, что полоса, она не просто отлежала, она втапливалась. Вот, то есть, вот здесь мы видим в кипячке, что она отсюда шла и с этой стороны заводилась, и вот здесь она была зацеплена. То есть, чтобы по кругу был зацеп. Вот здесь, где-то я вижу, То есть, вот здесь подснимемся, что вот вверх прям, покажи, что вот она буквой Т загнута, полоса, и заведена к кирпичу, чтобы он тоже был зацеплен. Не просто она так лежит в ше. И получается, под каждую полосу делалась выборка, чтобы ее утопить. Ну, прям такая колоссальная работа. Колоссальная, то есть, печь я говорю делалась не одним явным человеком, то есть, была какая-то артель, ну, может там семья, то есть, как бы, и каждому было конкретно свое рабочее место, это свое дело. Потому что, вот, обычно, как, человек что-то умеет хорошо делать, ну, он, в общем-то, этим делом и занимается. Детей учит, передает. Да, и он передает, да, допустим, да, допустим, если он раз, допустим, там, у него хорошо получается вот это все долбить, там, чик-чик-чик, он раз в артелье, вот он этим занимается, стоит. Кто-то может, там, что-то там подолбить, но в массе своей, я думаю, что рука одного мастера шла по этой, другие, допустим, там, уже просто. То есть, вот здесь также плинтус есть, вот, но это уже было сделано еще в то время, здесь еще, вот здесь Валерий повторил, а вот это, это родной, именно, родным, то есть, здесь тоже родной, только просто чуть-чуть восстановил этот, ну, угол. В то время выполнено здесь и ответный сделан сверху, но сверху он сделан еще, так скажем, более развернутый, такой побольше, как корона смотрится. Но у нога, чуть-чуть больше у него этот, у него вот эта часть выше, промерял где-то на, где-то здесь, где-то сантиметров сел, а там около 9. А высота потолков сколько здесь? 3,40. 3,40. 3,40. 3,40. Ну, где-то, ну, скорее всего, тут поднято чуть-чуть, ну, где-то, 350-360 было. В основном, печь получается, тоже было трех метров. Да, печь уровня доведена до верха, ну, а так, ну, размер внушительный. Задвижка одна, да, получается? Да, здесь задвижка одна, и у той печи тоже задвижка одна, но труба для тех двух печей одна. Ага, то есть, введены в одну трубу, да, везде просто сюда еще подводят. Да, здесь была, так как та, видимо, печь была больше объемом, был дополнительно, вот этот дымоход, вот как бы, как выбросный. За стенкой еще? Да, за стенкой еще на печь. Да, за стенкой, но за стенкой, все, на печь. Ну, а в этих дымоходах не разбирался, то, что остались, куда везти так, чтобы они еще полностью? Нет, они будут работать, я полностью, вот, я доведу, вот, где-то у меня будет, вот здесь вот, заканчивается перекрытие, где-то у меня вот здесь закончится. Там полностью? да, полностью перекрою, тремя рядами перекрою, здесь будет выход, с подвертки, и я уведу вот в этот канал. В этот канал? Да, он соединяется с тем каналом, вот, вот полностью, то, с какими выходят сюда. Здесь, точно так же, поднернет, да, поднернет, и он уже в трибуну. Вот, вот здесь, вот эту часть, скорее всего, буду заглушать, почему? Потому что она, как дополнительная, от того старого подвертки, вот это, с той печки, его не буду, наверное, или заложу, или, ну, может, оставлю. Ну, вот это вот немножко уберу, подопру уже, на ломке печем. А этот будешь делать прямой ход? Потому что, раз стопилина, сложно будет, если одну задвижку оставить. А здесь же, можно сделать еще одно, чтобы здесь как раз разгон был? Можно, можно сделать. Ну, печью я занимаюсь где-то, как бы, вот, если так вот плотненько сказать, допустим, да, где-то неделю. Ну, вот если все... Разобрал, разобрался с... Да, 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 неделю. Ну, а так, из-за того, что работаю, служу, и, ну, у меня, получается, в течение месяца, здесь, в общем-то, приступил к этому делу. Хотел бы добавить, что Валерий является священнослужителем, ну, вот, хотелось бы тоже, так скажем, я крещеный, верую, но по стечению обстоятельств все время не хватит, мало хожу. Ты сможешь, так скажем, как рассказать, как, что, чем занимаешься, как пришел вот тут, ну, вообще, вот, это для меня, ну, можно сказать, как бы, такое вот хобби, и, наверное, некое такое вот утверждение, что человек, не обязательно занимающийся, допустим, интеллектуальным трудом, он должен что-то делать своими руками. Именно если мы молимся Богу, Творцу, то есть мы должны сами уметь творить. То есть, а печное дело, это вот, ну, оно мне нравилось, да, я мне однажды, я родом из деревни, и в свое время, когда я рос где-то, у нас как раз тоже был старый дом, и старые печи убирали, и к нам приезжал человек, один очень интересный, он учился у мастера, про которого он рассказывал, что это еще дореволюционный мастер, живший в Устерде, и вот и Анатолия, печник, где Анатолия, он вообще сам был каменщиком профессиональным, строил в Крыму, вот этот вот канал, который вот воду-то, от Днепра, этот в Крым ведет, и он был строителем вот этого Херсонского канала, вот этого. И вот он у нас сложил, он был очень великолепный мастер, и мне было всегда интересно, как вот это все тоже, так сказать, тогда болгарак это было вообще, какими-то вот этими семьями, он уже, он все умел вообще тоже, Кирочка, вот так вот, тук, тук, вообще вот он прямо так работал, вот было загляденье одно, в общем, как бы. То есть тогда у тебя заложилось, да, у меня заложилось, что мне было желание научиться, да, научиться самому, так сказать, смогу ли я, а он был очень эрудированным человеком, кстати, он читал много, просто он такой, стихи цитировал, так сказать, вообще-то он просто, он мне, ну, как бы, сидим, что-нибудь так вот смотрю, вот такое, рассказывает, в общем, там, про Крым, как-то, вот, стройка была, ну, такой, потом раз возьмет, допустим, там, и что-нибудь, допустим, из поэтов, допустим, кого-нибудь, из Евтушенко, там, еще что-то, то есть, что-нибудь раз там, про Сибирь, потом Бах, допустим, там, серебряного века, потом Пушкина, там, просто сидишь, слушаешь, у меня друзья придут, мы после тренировки придем, что-нибудь так, футбол играем, потом раз зайдем, он такой, оп, ну, что, садитесь, мы садимся, и он, сам, работает, работает, да, и нам рассказывает, ну, все было, в общем, у меня было знакомство с работой в печи, не просто знакомство, ну, как бы, как бы, с каким-то печником, который там, куряка, там, отершинник какой-то, а именно с человеком, такого, интеллектуала, он реально, такой, как бы, творческий, интеллигент, говорится, вот, поэтому я, вот, решил, думаю, ну, а почему бы и нет, то есть, ну, во-первых, как бы, надо, самому, сделать, и вот, когда мы этот, приобрели, ну, небольшой, вот, взяли, в общем, комнату для дочери, так сказать, не знаю, она сейчас у нас в Иркутске, работает, ну, пока с Урика ездит, это нормально, но, все равно, работы много, иногда, и вот, решил, как говорится, заняться, сам решил, попробовать, смогу ли я, то есть, вообще, каждый мужчина, много еще должен попробовать, сам. Да, ну, я думаю, это хорошее начинание, и уже, виден результат, как минимум, даже вот сейчас смотришь, что, ну, печь, и скажет спасибо, наверное, ледом, скажет спасибо, когда она затопится, вот, уже в нормальном виде, такая, как примерно была раньше. Думаю, наверное, на открытие, она затопила, Сашу, надо пригласить. Можно, почему нет. И, дымок, зафиксировать, как он пошел. Ну, ладно, наверное, на этом будем заканчивать, и, лед, к тебе, как говорится, мог помочь, чтобы все устроилось, сладилось, и, я думаю, что неделя еще такого, ну, ну, да, так, примерно, ну, загруженного времени, и ты закончишь. Да, где-то так вот. Ну, ладно, и постараемся подснять концовку уже, по итогу, потом, как будет готово. Ну, а так, на этом все. Твой печный мир. Всем пока, ставим лайки, подписываемся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok